всем доброе утро 9 часов утра сегодня 14 октября мы выходим из мрп гоним и лодку кимры как сегодня у нас ложится день пока не знаем диспетчер кима сказал уже давайте подходите к шлюзу и по факту заявляете сейчас уже потока нету поэтому записывать никого не хотят погода как вы видите прекрасное солнце светит на небе облаков нету единственное что конечно прохладно утром было 4 градуса сейчас нам потеплее но солнышко еще припитает все мы погнали тепло ли тебе девица тепло горит нифига не тепло холодно на ничего но мы привыкшим после льда на онеге и ледяного ветра сейчас теплый вышли мы в пестовское хранилище да обменялись шапками а то прохладно погода конечно потрясающая и куча рыбаков ну пока сижу шестом шлюзе хочу рассказать итоги и вообще про как вот заходишь шлюз начинается так вот итоги сезонного домоторного 2022 если вы смотрели мое видео то сезон у нас начался вот нам не дали в шестом шлюзе пообщаться и пока мы движемся между пятым и четвертым все-таки хочу поговорить по поводу итогов сезонного домоторного моего 22 года катер мы забрали в санкт-петербурге кто не смотрел видео посмотрите ссылочку оставлю сейчас она выскочит из питера в москву мы дошли без приключений по лодке я имею ввиду то есть приключениями вообще но лодка себя показала просто исключительно все системы работали никаких нареканий не было все здорово прошли из санкт-петербурга состоянии договорились что в течение сезона ничего не будем по лодке делать будем смотреть чтобы нам хотелось то есть чтобы начать что-то в лодке сделать делать надо понимать что ты хочешь ней поменять может быть она настолько хороша что менять наверное ничего и не надо поэтому сейчас вот по прошествии сезона кстати первый обзор на галеон я тоже делал выкладывал вот тоже посмотрите оставлю ссылочку так вот что сейчас по лодке у меня выскочила когда мы пошли в большое путешествие в казань опять же если кто не смотрел видео оставляю ссылку на видео у меня возникли проблемы сначала с ремнями они порвались сейчас буду нами подкладывать какие-то кусочки чтобы было понятно разорвались ремни на двигателе благо предыдущий хозяин вадим еще раз спасибо тебе оставил мне запасные поэтому мы спокойно поменяли пошли потом там втулка у нас из-за того что ремни лопнули видимо как-то неудачно рванули там отогнулась загнулась и и пришлось проваривать останавливались мы тоже все это сделали дальше это прямо одно за одним такое стечение обстоятельств видимо как-то это все подошло прижимной ролик на накрылся мы его тоже заменили все и дальше спокойно дошли до казани и в принципе вернулись обратно когда уже последний день мы шли по киму стал нестабильно работать генератор то есть он то дает заряд то не дает я так залез там по проводки подергал думаю да не вроде когда приехал в москву снял генератор отвез его в сервис ребята посмотрели к этому ну его переделывали то есть видимо он когда-то выходил уже из строя поэтому то работает то нет ну никто гарантии на нормальную работу не даст поэтому поменял я на новый генератор так что и эту проблему устранили да и тем людям которые пишут что типа да ну ну чё там только много поломок в этом году вообще почему-то много поломок у людей с катерами не не пойму с чем это связано со всеми знакомыми общаюсь то одно то второе выскакивает то ли год такой то ли не понятно что потом мы сходили висегонск висегонске откатали мы отлично никаких вопросов проблем с лодкой не было значит а вот когда пришли домой уже то не знаю где-то было или нет но сейчас расскажу может повторюсь что когда я выкручивал руль в крайне левое или в крайне правое положение на заведенном двигателе неважно на скорости или нет то начиналась такая вибрация по корпусу как говорят астрологи футурологи не знаю кто торологи этот 22 год очень тяжелый для всех ну вот видите что сейчас происходит но если с другой стороны заходить до что многие говорят что техника иногда забирает на себя проблемы своего хозяина это видимо в данном случае про мою яхту в этом году но вы видели какие там были перипетии и никогда у меня не было техники со стационарным мотором были всегда с подвесниками что это такое стационар я не знал абсолютно ну кроме того что он стоит на байлайнере у валеры другой информации меня никакой стационаре не было и поэтому в этом году вот этот катер выступает для меня учителем рассказывает что такой стационар ну вы видели мы ковыряемся постоянно делаем что-то я уже по двигателю начинаю консультировать своих друзей рассказывая что и как потому что за сезон наковырялся по полной программе сейчас у нас ликбез с катером по поводу колонки возвращаясь из висегонска у крайних положений руля когда выкручиваешь штурвал если для кого-то так будет принципиально начиналось биением поговорил с ребятами из volvo penta говорят либо подшипник сейчас я вам покажу что такое либо кардан крест то есть ну и сейчас тоже зайдем с нему покажу что такое крест в итоге когда разобрали вытащили катер спасибо николаю из водного мира помог с телегой вытащили оказалось действительно что подшипники креста в кардане заклинило как водится у всех официалов это замена целиком деталей то есть не не самого кардана там прям целого блока это очень неудобно и так их и нету еще на такие движки поэтому поехал в кардан сервис и мне поменяли эти кресты на тоже поставили немецкие то есть не не китай а прям и говорю надежно делайте все заменили на немецкий слава богу у них на складе было и сейчас мы обратно колонку собираем в принципе должны собрать все будет нормально в течение двух часов понятно а теперь давайте посмотрим что такое кресты и что такое подшипник и так когда демонтируешь колонку чтобы было понятно да вот отсюда вот вала двигателя идет на него надевается сейчас я покажу как зайду к ребятам чуть попозже выглядит крест а вот это вот это просто выхлопная система то есть сюда сейчас вернем обратно колонку да и спустим катер и попробуем что еще у меня было сделано по катеру в этом сезоне не знаю помните вы смотрели или нет у меня в один момент времени фильме я рассказывал что перестала работать датчик поднятия трима то есть вы начинаете поднимать колонку он показывает что она либо задрана либо опущены сначала думали что это что-то сбилось в настройках там есть такую барашек который можно регулировать либо что-то там попало вот тоже катер мы вытаскивали оказалось что вот такой вот писюличный датчик который просто вот проворачивается здесь и показывает у него там сопротивление есть небольшое он показывает как у вас в каком положении находится колонка принесли мне ребята из volvo penta такой датчик поставили мы проверили о нифига себе он работает и говорю давайте оставлять не горят стоит 70 там по моему 2 или 76 тысяч поэтому они мне порекомендовали заказать это дело на алиэкспресс потому что здесь никакой серьезной нагрузки и технических там инноваций нету поэтому заказал пришел тоже поменяли все в принципе сейчас работает но вот это тоже вопрос к мелочам которые происходят сейчас на воде и гоним лодку миши кимры значит это и то что касается каких-то технических вещей что касается такой красоту личной части ну первое поменял светильники те которые были потолочные тоже наверное вы видели были такие под золото ну во первых уже под золото меня не устраивает это как-то там 90-е года какие-то потом от времени от влаги уже начала эмаль вот это золотистая отваливаться тоже как-то так себе удовольствием поэтому поменял светильники на белые раз это потолочные в кабине поменял светильники ночники такие в каюте и там где собачник их там три светильника тоже заменил потому что эти желтые опять под золото ну так себе и плюс они все какие-то вот худуном ходят и лодка из-за того что достаточно возрастная дам в большинстве своем лампы накаливания стоят можно наверно найти светодиодные туда вставить но это как-то все не интересно потому что поставил я светильники точечные опять мы сейчас все переделываем под серебро в лодке они серебряного цвета плюс у них еще есть снизу и usb разъем то есть если вы вечером ложитесь там посмотреть в телефон и вам чтобы его подзарядить достаточно воткнуть его туда провод и все у вас зарядка телефона идет что еще хочу начал делать но еще не сделал это поменять все ручки на шкафах тоже на стальные золото значит на одном шкафу сейчас поменял в качестве тестового вот пока нравится здорово получилось думаю поменяем во всей лодке что не работает я всем тоже говорил что я хочу сделать но надо посоветоваться может быть вы мне подскажите у меня стоит волос дизельный плита выскакивает в ошибку ну возможно там свечам возможно еще что-то где-то засорилась тут вариант такой отправлять ее на профилактику делать и попробовать вернуть обратно либо ребята говорят что да ладно поставь себе газовую и не валяет дурака вот не знаю поменять на газовую либо починить волос чего думаете вы пока не определился сам красота конечно мы прошли пятый шлюз время без 20 12 смотрите какое небо солнышко и уже даже в куртке становится жарковато мне кажется приятно все нормально Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Сюда приехал и пока иду к своему ящику, к какому покажу Часто ребят спрашивают, говорят, Серега, ты столько путешествуешь, везде ходишь, чем ты занимаешься? У меня есть фирма Кстати, несколько моих подписчиков уже стали нашими клиентами Так что ссылочку оставлю здесь, может кому-то пригодится А ящик сейчас покажу, смотрите Такой вот ящик хедмейтовский у меня стоит на пирсе Туда смурдяк И вот такая сделана с гравировкой табличка Симплайн и катер Так что вот так, Сережа, тебе большое спасибо за ящик Вот так ящик выглядит Туда куча вещей заходит, которые в повседневной жизни не нужны, а так пригодятся Ну допустим, там мойка какая-нибудь, керхеровская, у меня пылесос Так что вот, пожалуйста, тоже на вооружении ставите ящик И туда шмурдяк запихиваете Так, дорогие друзья Сижу я за столом уже в катере И надо добить вопрос нам по тем работам, которые я в этом году делал с лодкой Значит, начнем тогда с носа Люк Когда шли из Питера В какой-то... пошли прям дожди, 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 дожди Несколько дней шли дожди Такие то моросящие, то сильные Я ночью проснулся до того, что что-то на меня капает с потолка Оказалось, люк потек Значит, у меня с собой был комплект... Комплект У меня с собой был герметик силиконовый обыкновенный Я люк просиликонил Вроде течь прошла Но когда я добрался до Москвы И вот хорошая погода стала, жаркая Думаю, надо будет этот люк разобрать И заново все пересобрать Когда я его вытащил Там прям была вода Такая уже застоявшаяся вода Понятно, что она в люк сверху протекала Снизу она не проходила, потому что герметик И вот этот вот весь застой Он начинал там в болото превращаться В затхлое Поэтому люк был пересобран Сейчас он в нормальном состоянии Уже проверено дождями, волнами Ничего не течет Все аккуратно, все закрывается Но это называется Сделай и забудь И подписчики, наверное, такое безобразие Задемонтировал я люк И вот то, что я заливал здесь Прямо, не знаю, будет видно или нет Вода стояла То есть она здесь попадала Но не уходила Очень много, конечно, тут прям этого герметика Вот такие вот снимаю Сейчас все удалю Чуть просушу И буду заново монтировать люк Так, идем дальше Про гальюн Гальюн мне здесь, как реализован Он не нравится То есть представьте себе Обыкновенный просто этот биотуалет Когда вы нажали на кнопку И у вас просто в емкость Сразу проваливаются все Отработки производства Вашей жизнедеятельности Соответственно, герметично он все равно Не упаковывается Какие-то периодические запахи есть И надо его откачивать регулярно Хочу сделать Как у меня было на Квике Это прокачной электрогальюн Нажал на кнопку За борт Выкинул и забыл Потому что Здесь приходится использовать Даже химию Чтобы это не воняло А когда вы просто Сразу за борт Эти отходы жизнедеятельности То ну как бы это и не засоряет природу Никакой химозы там нету Так Лодка уже у нас На приколе стоит Вот сниму как Ну сейчас наверное будет не видно Сеточка стоит Потолочная Сдемонтировал эту рамку Которая стояла Вынул люк Замучился выдергивать его Потому что Герметиком очень плотно прихвачено Ну в итоге Все поменял Поменял светильники Не знаю будет вам видно Хорошо ли или нет Здесь стояли большие желтые Такие Но они Не знаю Уже от времени Весь крепеж болтается Кто-то там колхозил С тем чтобы сделать Светодиодную ленту Вместо ламп накаливания В общем Вся эта история Мне не нравилась Поставил Такие Они сейчас сенсорные То есть Включение сенсорное Также он регулирует Свет То есть ты можешь Вот Включить Сделать потише Пальчиком Выключить И снизу У него USB Разъем То есть Вы легли С телефоном Там позанимались Посмотрели Спать хотите Воткнули Телефон бросили Он у вас заряжается Вот Красота Что еще я хочу сделать И вот думаю Сделать ли Здесь Видите сейчас Как пользуемся Ну это моя плитка Уже сто лет в обед Ей На ней готовим У меня в комплекте На эту лодку Идет Плита Сейчас уберу Вот идет Дизельная плита Валос Двухкомфорочная Вот так вот Стеночка поднялась И поднялась И у вас Не летит ничего На шторы Но она вот У меня сейчас Не работает Скорее всего Я ее Сдемонтирую В этом сезоне Отправлю На В Питер Чтобы мне Ее починили Вроде Нашел я ребят Которые занимаются И поставлю обратно Потому что Ну Очень удобно Чем Вот эта вот Комфорка Работает На максимальном огне Вот это Как бы на подогреве То есть Если вы здесь Готовите И там К примеру Чайник у вас Закипел Или Что-то у вас Надо К примеру Варите суп И надо Чтобы он Потихонечку Доходил Сюда Переставили Здесь можно Дальше что-то делать Здесь это Приходит В готовность Что еще Видите Здесь есть Две Панельки Это Новое введение Первое Вот эта панель Это включение Помпы Которая у меня Стоит в носу То есть Есть автоматическое Включение Есть Ручное Если что-то Там где-то Там проливается Можно Руками Включить Если Включена В автоматическом Вода Туда пошла Помпа Включилась Это Раз И вот Эта кнопка Но это Здесь я буду Переделывать Всю панель Это Кнопка Помпы Перекачивания Топлива Из Допбака В основной Сейчас я пройду В Туда Капот Поднимем И покажу Как это Выглядит Тоже Надо будет Доводить до ума Делали быстро На скорую руку Но тем не менее Это все Работает И Успешно Работает Значит Так Вот у меня Стоит Допбак На 75 литров И раньше Эта система Сейчас я присяду Выглядела так То есть Вот стоят краны Надо было Сюда залезть Перевести Один кран В положение Допбака Второй Чтобы обратка Шла в этот бак И Обратно Возвращаться Мне не понравилась Эта вся история Поставили пока Вот таким вот Образом Топливный насос Который Просто при нажатии Той кнопки Которую я вам показал Перекачивает Все топливо Из допбака В основной То есть Полбака Вы скатали Допустим Нажали кнопку 10 минут Все топливо Из этого бака В основной Перетекает Мне нравится Очень Теперь мы плавно Переводим Весь катер Вот с такой Золотой Фурнитуры Которая уже Видите Местами Облупилась От использования На вот такую Вот серебряную Причем здесь Мы используем Квадратные Вот сейчас Это был Пробная Установка То есть Во первых Это все Очень четко Сейчас работает Потому что Новая Очень удобно Очень комфортно Все нажал Все зафиксировано Ну мы Как бы с женой Определили Что нам так нравится Больше Соответственно Под это Мы убрали Все светильники Которые были Здесь Из золота И я поставил Белые Светодиодные Они там С потолком Хорошо гармонируют И светят Гораздо ярче Чем то Что было У нас До этого Ну а теперь Про гольон Да немножечко Покажу Как это Сейчас все Выглядит Вот есть Да Обыкновенный Такой унитаз Нажимаете На кнопку И вот туда Вот просто В отверстие Проваливается И вот этот Бокс Который Вот он Здесь стоит Это Емкость Приемная Такая На 40 литров Куда все Эти Фекальные Массы Собираются Соответственно Дальше Вы это все Возите с собой Если вам Нужно Потом Это все Дело Откачать Есть два Варианта Первый Это Ручная Помпа То есть Сейчас Показываю Вот здесь Вот Убирается Вот эта Дощечка И вот Она Стоит Помпа Которая Откачивает За борт Также За борт Откачивает Весь Фекальный Бак Либо Второй вариант Это с борта Там Есть Специальное Отверстие Лючок Через который Можно Это все Дело Откачивать Но ни в одном Я уже Не один раз Это говорил Яхтлубе Я такого Сервиса Не видел То есть Поэтому Все наши Товарищи Которые Собирают Все эти Фекальные Баки В любых Катерах Они в итоге Откачивают Это все На водоеме Но только Многие Используют Еще и химию Чтобы это все Не пахло Поэтому Прокачанную Гальон В наших Условиях Наверное Самое Оптимальное Сейчас Поднимусь На флай Так как Мы уже Стоим Сейчас Вам потом Чуть позже Скажу Где Вот Поменял Штурвал Потому что Тот уже Был Некрасивый Как по мне Вот Потерял Уже Всю свою Привлекательность А в данном Случае Я снял Тот штурвал Который у меня Стоял На квике На электромоторе И Сюда Смонтировал Очень удобный Небольшой Штурвал По размерам То есть Милое дело Сидеть Управлять Катером Друзья мои Вот я Наконец-то Давайте Вот так Вот даже Сделаю Друзья мои Я наконец-то Поднял В ангар Как Где Кому Сейчас Чуть позже Расскажу А вот Сейчас Разговор Вот о чем Многие Мне говорят Что Не надо Не обрастайкой Покрывать Еще что-то Вот мы Загнали Сейчас Катер Его здесь Помоют Есть Такая Возможность Но Вот за сезон Катер Весь Вот в таком Состоянии Кстати смотрите Как его Здорово Тоже закатили И прям По месту Без всяких Кранов Кранбалок Аккуратно Поставили Накельблоки Так вот Смотрите Здесь стоит Три катера У которых Не обрастайкой Покрыт корпус Начнем Вот Год Не обрастайки Состояние Просто идеальное Катер Просто В идеальном Состоянии Здесь Сколько Тоже год Наверное Да Тоже Или два Сезона И вот Теперь Смотрите Пока не буду Поднимать Показывать Чей это Катер Чтобы Интригу Сохранить Два года Не обрастайки Ничего Не отвалилось Причем Самое Интересное Вы сейчас Видели Катер Мой В каком Состоянии И этот Катер Тоже Не мыли Его подняли Прямо Из воды И сюда Привезли То есть Ну Разница Колоссальная Поэтому Я думаю Что Наверное Все таки Я себе Обработаю Катер Не обрастай Ко я там Посмотрим А теперь Чуть будет Более панорамно Чтобы видно было За моей спиной Стоят Катера Я Чтобы Кто меня не знает Лично Могу сказать Что я Метр Восемьдесят Один Рост И девяносто Килограмм Веса Для чего Я это Сейчас говорю Сейчас Подожди Ты стой Иди ко мне Ко мне Подходит Молодой Человек И На фоне Него Я смотрюсь Как и ребенок Так вот У Мишани В этом году Любезно Меня принял К себе В теплый ангар Чтобы мы могли В этом сезоне Позаниматься Катером Что мы с ним Будем делать дальше Ну и Миша Будет делать Я думаю Он нам поможет Поснимает Чтобы вам было интересно В начале сезона Видеть Что мы За межсезонье Сделали Вот Так что Миш Привет друзья Привет Все Подписчики Сергея Ну и может быть Моя аудитория Тоже смотрит Вот Сразу скажу Прошу прощения Ребят Чтобы мало Видео Все будет Просто были заняты А заняты Мы были чем Ну Попользуюсь случаем Немножко Прорекламирую Да То есть У нас появилась Такая Небольшая Как я люблю Мы это Мы это делаем Вот эта лодка В прошлом году Проходила у нас Полный Практический Рефит Мы ее попозже Отснимем Но ребята Эта лодка В идеальнейшем состоянии Она просто новая Подтверждаю Я сейчас Походил Потрогал И погладил Да Вот В эту зиму Мы будем Дальше Дооснащать Эту замечательную Лодку Это 270 Кронлайн Вот Вот эти Два Катера Катера Сергея Галеон 28 Флайбридж И катера Бенету Антарес 780 Под гордым именем Калипсо Это Наши друзья Тоже Алексей Водные путешественники Вот этих лодок В нашей мастерской В прошлом году Не было Вот Что с ними будет происходить Я буду снимать На своем канале И Покажу вам Друзья Весной Что получится С этими лодками Ну и Сергей Я думаю Будет заезжать К нам в гости Если захочет Также может снять Контент Об этом все На своем канале Вот Ну в общем Вот как то так Скажи Сезон Водомоторный 2022 Объявляю закрытым Ну что ж Все лодки Ну скажи Объявляю закрытым Объявляю закрытым Друзья Сезон 2022 Водномоторный И наверное Мы откроем сезон Улучшайзинга Чтобы наши лодки К 2023 году Нас все еще больше радовали Отлично И вот она Замечательная лодочка Пилигрим Которая Здесь Также Вместе с нами Стоит И так же Будет в этом году Улучшаться Но это уже потом Пилигрим Еще немножко Доделываем На самом деле В этом году Он обзавелся Новой навигацией Полностью Практически все Что можно было поставить Поставили Ну осталось Немножко разобраться Что с горячей водой К следующему году Ну и еще одна Будет фишка Я пока рассказывать Не буду Что ждет Какой апгрейд Будет у пилигрима Потом я вам покажу Вот друзья А что касается На самом деле Не обрастайки Вот реально Кто не верил Кто считает Что это все Разводняк Ребят Ну вот Серега сам увидел Мы сравнили Потрогали Которая стояла С апреля месяца Да С апреля месяца По октябрь И вот мою лодку Которая также 20 30 апреля Она была спущена на воду Ни разу не поднималась И поднялась только Вот 15 октября Разница колоссальная Да Поэтому Как-то так Все 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 Все